друзья всем доброй ночи доброй ночи потому что мои все спят говорю шепотом мы находимся с вами симферополе а точнее на объездной симферопольской и отправляемся пока все спят в оленевку прокатиться по ночному симферополю мне хочется не буду никого путить ребятки поедем посмотрим чем нас порадует ночной симферополь поехали друзья выехали мы вчера из а уж то поздно вечером с тем намерением чтобы рано утром нам прибыть в оленевку так как мы оказались в информационной пропасти у нас не качаются фильмы в youtube так как мы находимся в крыму хочется мне поскорее отсюда добраться до наших берегов где все будет работать из-за этого у нас и получилось запоздание с выходом фильмов на канале теперь разобраться не нам выбраться на трассу здесь у нас небольшой был съезд на заправочку для того чтобы немножко сбить сон и правда пардон да у меня навигатор немножко помогает как выехать и если чё-то немножко заблудился да вот на трасса мне показалось надо выйти до 1000 не туда темно на улице ребятки ну что ж посмотрим прокатимся по ночному симферополю насколько это даст поснимать его красоты ночные говорят что здесь очень красивый сейчас закроем вообще это сейчас я ну вот как я и думал что здесь вот на круговом движении где мы поворачивали на побережье на объездную на побережье моря будут такие световые фонтанчики работать надо наверно разрешение поставить друзья ну что съезжаем мы с объездной в сторону евпатории и пока нам кроме тех водопадиков из гирлянд ничего пока не попадается красиво освещенную но мы не теряем надежды что увидим красивый ночной город симферополь хотя бы с объездной да наделали здесь развязочек я правда здесь не частые гости вообще один раз на эту ездил нет два поезжали поэтому так же как и вы я изучаю этот город тем более ночной не другому камеру завелось наставили кто-то за нами тут пристроился едет и не обгоняет и не догоняет и и и и и и и я ну что как раз проезжаем мы сейчас возле аэропорта и посмотрите какой он красивый насколько конечно его возможно ночью разглядеть но подсветочка там сделано оригинально мы какими-то тут ремонтными объездными путями уходим так что как можно разглядеть ребятки посмотрите так да и в патуре нам 50 и мы продолжаем наше ночное путешествие едем мы в оленевку здесь у нас сделан небольшой тоннель ну как небольшой относительно большой ну вот дорожка в нем немножко не благоустроена ладно хоть освещение есть ну и отправляемся мы в путешествие на край географии на край Крыма чтобы вместе с вами полюбоваться красотой моря и побережья вот задней мы и пристроимся друзья смотрите какая красивая стелла евпатория 2500 если я правильно понял я не понял почему 2500 2500 лет и потом возможно все возможно а у нас постепенно наступает рассвет смотрите небо постепенно идет к просветлению вот приехали мы в евпаторию ребятки смотрите какая красивая здесь стелла прямо три километра и до места нам осталось 96 километров и дорожка посмотрите какая благоустроенная ровненькая ехать приятно а скоро уже расцветет смотрю небо все светлее и светлее друзья ну что въезжаем в черноморский район и до места нам осталось если 40 километров до черноморска до кругового то до места осталось 64 километра где то еще на час ребятки посмотрите какая здесь сделана ровная дорожка разлинованная асфальтик прям яйцо можно катить красота ехать одно удовольствие поехали побыстрее и 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 друзья подходим и черноморскому смотрите здесь стали с умом использовать ветровую энергию 2 мельницы смотрю стоят на два года назад приезжали сюда не было еще а то рабочие второе ждет наверное своей очереди а может на запасной вариант стоит интересно сколько она вырабатывает энергии хватает ли на весь черноморский осталось у нас буквально 2 и 3 километра 2 километра 200 метров дорожка от евпатории до черноморского вся вот в таком отличном состоянии то есть новые тут проложили точнее не новые проложили подремонтировали старую но делали это очень даже хорошо вот она черноморская находим это круга уходим налево на оленевку и посмотрим сделали сделали ли там дорожку два года назад мы там катились дорожка было так себе ехать было можно но ям было очень много сейчас мы все с вами посмотрим своими глазами так ребятки всем внимание на круге машинка работает смотрите какая стела у нас черноморская но они не к нам ребята спокойно они заняты другими ребятами а у нас здесь как мини земной шарик стыль что ж посмотрим в каком состоянии это дорожка у нас черноморского на оленев ну как обычно у нас лежачий полицейский обычно возле школы а здесь я что-то школы не наблюдаю значит какой-то рыночек где много пешеходов все едем ребятки и Продолжение следует... 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 осталось 300 метров но это не так потому что мы едем на берег тоже много заброшен да да не построили и забросили так она на море тот проехать народ здесь можно люблю ой мама всех нет позовет нет мы там прям подъезжали я уже ну естественно мы так и хотим какой-то танец таксист вино машина машина разукрашена разрисована да смотрите как два года назад не было этой плитки то нигде выехали какой-то проселочной дороги ну был какой-то асфальт такой полу разбитый а сейчас смотрите как преобразилось все да за два года тут изменилось я люблю оленевку справа но магазинчиков то я не вижу а вот проехали 1 до построить нет еще поселок спит просто поселок спит церковь вот не вспомню два года назад была она ли не была но по крайней мере так она не блестела поможете недавно построена по крайней мере выглядит как новая улица ленина 69 а затопляла смотри-ка он видишь мешки тут лежали вот здесь даже по окраинам на руку чтобы туда не затекала вода мини дамбы делали и видно вот грязи сколько принесло видишь на этот на обочинах значит все таки здесь наверно тоже ленив кто подтапливала по крайней мере сильно таких загрязнений и разрушений не видно ладно мы поинтересуемся у местных когда остановимся было ли у них наводнение сейчас едем на море ребятки крылья в